В Москве обезглавили двух мужчин. Один из них – известный травматолог из Бурятии. 56-летний Доржо Црен Аюшеев работал в одном из медицинских центров столицы. Накануне обезображенное тело мужчины нашли в его квартире. По предварительной информации, вторую жертву нашли неподалеку от дома Аюшеева, в парке Дружбы. Сотрудникам полиции потребовалось меньше суток, чтобы поймать предполагаемого преступника. Им оказался 23-летний парень. Расследование взяли под контроль в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело. 11 сентября маршрут Улан-Удэ-Бичурам. Водитель высадил выпившую женщину из автобуса и уехал. Как выяснилось, об этом просили сами пассажиры. Видео разлетелось в сети и вызвало негодование у людей. На инцидент обратили внимание в Минтрансе-Бурятии. Там начали проверку. Во время следования пассажир продолжал распивать спиртные напитки, дебоширил, донимал других пассажиров и отвлекал водителя. Чем ставил под угрозу безопасность движения автобуса. Чтобы не подвергать опасности пассажиров, находящихся в автобусе, водитель принял решение высадить данного пассажира. Руководство Минтранса решило направить информацию в правоохранительные органы. В Бурятии мужчина сжег Лексус своей бывшей возлюбленной из-за ревности. Все произошло в селе Багдарин Баунтовского района. От Лексуса почти ничего не осталось. Ущерб оценивают в 900 тысяч рублей. В ходе опроса потерпевшей и просмотра записи видеонаблюдения было установлено, что к преступлению причастен бывший сожитель потерпевшей. Ревнивца задержали, когда он пытался уехать в Иркутскую область, где и живет. На мужчину завели уголовное дело. Горели вчера не только машины, но и дома. Еще один пожар случился в Джидинском районе. В селе Боцей в огне оказался жилой дом. К счастью, пострадавших нет. Однако от имущества ничего не осталось. Причиной пожара стало короткое замыкание. А вот в Улан-Удэ на пожаре пострадали три человека. Сегодня на улице Боровая загорелся еще один жилой дом. Пожарные ликвидировали огонь на площади 60 квадратных метров. В тушении участвовали 24 человека и 7 единиц техники. Причину возгорания устанавливают. В Бурятии перекрыли канал поставок поддельной валюты. Сотрудники полиции изъяли из оборота почти 30 тысяч фальшивых евро. По сегодняшнему курсу это более 2,5 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 66-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. По данным МВД, мужчинам удалось сбыть 12,5 тысяч фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Потерпевшие обнаружили подделку и сообщили в полицию. Обоих преступников задержали. Возбуждено уголовное дело. И напоследок сводка ДТП за сутки. Вчера в Бурятии инспекторы ДПС задержали 15 пьяных водителей. Все они остались без прав. На дорогах республики зарегистрировали 35 аварий, в том числе с пострадавшими. Так, накануне в Улан-Удэ 65-летний водитель автомобиля Ford Focus на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину. Ее с травмами госпитализировали в БСМП. Инспекторы ДПС призывают автомобилистов быть бдительными на дорогах.